Всем здравствуйте! И сегодня мы записываем дополнительные главы к моему выступлению на конференции. В принципе, эту лекцию можно смотреть как отдельную лекцию, потому что дополнительных глав у меня набралось, в общем, на отдельную лекцию. Но если вы хотите получить от нее полностью те ощущения, которые запланированы, то обязательно перед тем, как смотреть эту лекцию, сходите, посмотрите мое выступление на C++ Russia 2022. Ссылка в описании, потому что сегодня мы раскроем некоторые моменты, которые там не были раскрыты и, наоборот, были упущены. А у меня в студии сегодня со мной лучший из инженеров, которые в Интеле работали со мной над графическим драйвером. И поскольку у меня сегодня будут сложные вопросы и нетривиальные проблемы, и, разумеется, зависание видеокарточек, то я надеюсь, эти мощные ребята не дадут мне сделать ошибку и постараются исправлять проблему. И поскольку на конференции я начинал с рассмотрения 3D, давайте, прежде чем переходить к основному содержанию, я немножко договорю про 3D то, что я не договорил на выступлении. И давайте сначала вспомним немножко, потому что я хочу, чтобы эту лекцию можно было смотреть, не пересматривая выступление. На выступлении у меня была введена вот эта концепция binding table индекса и, в принципе, байндинга. Эта концепция – это высокоуровневая концепция в таких языках, как GLSL и HSL, но она одновременно очень хорошо ложится на железо, потому что обычно вот этот индекс в байндинге – это что-то типа индекс BTI, который потом транслируется в адрес, умеющим делать такую трансляцию железа. Мы видим, что то, что нам кажется структурой, вот это UBO, нам кажется структурой с двумя полями. То, что нам кажется массивом, вот эти particles нам кажутся массивом, это на самом деле буфер. То есть с точки зрения 3D API все является буфером, эти буфера перетаскиваются на видеокарточку, и дальше то, что мы с ними работаем как со структурой, как с массивом – это просто синтаксический сахар. На самом деле любая такая работа – это работа с буфером плюс оффсетом в буфере, то есть BTI-ный индекс плюс оффсет. И этим 3D сильно отличается от компьютера, ну и по уважительным причинам отличается, потому что в 3D задача немножко другая стоит. Если в компьютере стоит задача практически быть продолжением хостовой машины, то есть вы что-то взяли с хостовой машины, попросили посчитать, тут же вернули результат, продолжили считать, то в 3D задача быть продолжением хостовой машины вообще не стоит. Вход, например, фрагментного шейдера – это выход с растеризатора, который вы, например, вообще не контролируете. Разумеется, в случае 3D вы гоняете туда-сюда буферы. Но в большинстве 3D и API появляются компьютер-расширений, поэтому у нас есть одновременно конвергенция и дивергенция. Вот об этом я, конечно, не успел бы рассказать, потому что у меня не было времени. У нас есть конвергенция 3D с компьютером и есть дивергенция 3D с компьютером. И давайте начнем с дивергенции, то есть куда 3D уходит в области, куда компьютер пока не добивает и не дотягивается. Ну, вернее, добивает и дотягивается, я сейчас расскажу, но... И та область, куда 3D зашло гораздо раньше компьютера – это лучшая stateful память, это bindless память. Например, в GLSL у нас есть GLX non-uniform qualifier, и в случае, если у нас есть, например, binding 10, но туда привязана не одна текстура, а туда привязан целый массив текстур, ну, в данном случае самплеров, неважно, то мы говорим, что если у нас есть графический API типа вулкана, то каждый такой буфер будет соответствовать отдельный дескриптор, и мы берем целый набор этих дескрипторов, вяжем его к одной точке привязки, после чего в bindless стиле доступаемся к ним, и, соответственно, у нас вот, например, на NVIDIA видеокарточках, мне тут до лекции Сергей выдал справку, два в двадцатой степени дескрипторов, два в двадцатой степени, да, это довольно неплохо. Вот, и, ну, это максимум, конечно, никто столько не сделает в драмуме, но почему нет в какой-нибудь большой игре и так далее. Интересно, что compute в некотором смысле вынужден за этой bindless памятью тянуться, потому что как только ребята, которые пишут 3D, которые хотят, например, сделать себе суперсемплинг compute-шейдерами, как тут же получается, что нужно взять bindless память и как-то все-таки отдать в compute-шейдер. И, в частности, когда вот мы работали в Интеле, наша команда этим занималась, технология ZSS, там присутствует Саша, и получается абсурдная ситуация, что с одной стороны компьют-языки про bindless память ничего не знают и вообще не в курсе, а с другой стороны большинство компьютер-рантаймов bindless память так или иначе поддерживают, потому что куда же они денутся. Им сказали поддерживать, они и поддерживают. Конвергенция, с другой стороны, это то, что многие концепции компьютера заходят в 3D. И, например, замечательное расширение, я о нем до конференции не знал, это Jelly Cell Ext Buffer Reference, которая позволяет нам, по сути, в 3D делать почти настоящие связанные структуры. Конечно, это еще не Unified Memory, то есть это не отображение указателей один в один, но это, можно сказать, указатели. Смотрите, у нас есть Forward Declaration, и у него Layout Buffer Reference. И дальше мы говорим, что у нас есть буфер, и в нем ссылка на Next. Это Buffer Reference на Next. И у нас есть какой-то Root-блок, и у него ссылка на Root. И дальше мы можем написать B Next 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 Next. Мы сделали себе настоящий односвязный список. Не получается, это синтетический сахар. То есть, у меня прощение, что Blotec Next это просто Offset. Да. Но с одной стороны, а с другой стороны, это отличный синтетический сахар, потому что можно ввести два вот этих блок Type Next и делать деревья, например. Потому что в каждом из них еще два, и так далее, и так далее, и так далее. Это может быть довольно интересно. Так что, на самом деле, мы все ждем, когда все-таки видеокарточки именно 3D API хотя бы в объеме Compute Shader, когда они будут способны на то, чтобы отображать указатель в указатель и иметь unified память. Я думаю, они будут способны. Окей. Если отступление от 3D мы сделали, теперь давайте перейдем к основному изложению. Как я уже сказал в своем интервью после конференции, ссылка на интервью тоже в описании. А какой вообще сценарий для нормального, обычного программиста, для обычного программиста сценарий использования компьюта? Сценарий использования компьюта следующий. Вы же не будете реально выносить на видеокарточку какие попало вычисления. Вынесение вычисления на видеокарточку само по себе трудоемкий процесс. Он не только трудоемкий, он еще и чреватый. И проблемами с отладкой, проблемами с API, проблемами с компиляторами и так далее. И вы хотите взять какую-то задачу, которую видеокарточки хорошо умеют делать. И, допустим, в вашем приложении на CPU эта задача встречается часто. И вот вы хотите ее отдать. И поэтому большая часть программ для GPU очень хорошо решают несколько главных задач. И если вы умеете решать на GPU, грубо говоря, пять главных задач, но я их выделил более-менее произвольно, а просто по своему опыту, какие варклоуды встречались, что где использовали, то, в общем, умея решать на GPU пять главных задач, вы умеете решать все. Давайте, кто догадается, какие это задачи. Сортировка гистограмма, перемножение матриц, сортировка гистограмма, еще. Редукция. 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 В общем случае редукция. Да, префиксум – это правильный ответ. В общем случае редукция. О чем вы все забыли? Потому что нейросети мало писали. Конволюшн, свертка. Да, свертка. Спасибо. Итак, профессиональная аудитория совершенно точно перечислила пять главных задач, они же единственные. Найдите, кстати, шестую, кто-то придумает шестую – шестую задачу? Рейтрейсинг и медиакодики – это не задача для компьют-шейдеров, это задача для железа. Рейтрейсинг – это обычно просто железо, там железачная поддержка. Кодики – это просто железка, там железачная поддержка. Хорошо, и начнем с перемножения матриц, потому что я всегда начинаю с перемножения матриц, как можно с него не начать. На конференции я рассматривал очень простой Glorious Game Example, и я тут немножко изменил синее выделение, потому что здесь синим выделено Y, и вот это очень важная штука, что мы получили с этого терминально много перформанса, ну, правда, немножко не в этом примере, а в примере с локальной памяти мы получили перформанс, а в этом примере мы такое чувство, что не пробовали. Давайте попробуем получить перформанс здесь. Итак, те же самые рассуждения. У нас есть кернел, в кернеле есть АY, АY это общий размер двух матриц. Вот это АХАY, вот это АYБY. Соответственно, итоговое итерационное пространство это АХ умножить на БY, вот оно итерационное пространство, вот АY внутри кернела. И внутри кернела АY не изменяется. То есть для кернела он констант. Если мы просто его захватываем сюда и используем здесь, то он не константа. Это часть payloadа. И кто помнит, что мы делаем, чтобы сделать его константой? Мы делаем его константой. То есть мы делаем его специализационной константой. На конференции у меня почему-то на этом слайде было static const. Я полагаю, static const тоже не ошибка, но, конечно, constexpr выглядит лучше. Кстати, я не понимаю, почему меня на конференции никто не поправил. Довольно очевидная поправка. Мы делаем дополнительный параметр kernel handler. И мы говорим, что теперь АY это kernel handler get специализацион констант. Интересно, что вот это выражение не constexpr. Оно не constexpr, потому что kernel handler не constexpr объект. Но у нас, кстати, есть в языке определенные трюки, благодаря которым не constexpr объекты могут иметь constexpr методы, но здесь трюки не применили, поэтому агрекатая всего лишь константа, но поскольку она все равно подставлена на этапе компиляции, то есть на этапе компиляции вот эта штука все равно будет прямо в сперви переписана и заменена на двойку, например. Ну, в данном случае не двойку, скорее что-то типа двух тысяч, потому что матрицы-то большие. Вот, для компилятора это constexpr. Это с точки зрения dpc++ не constexpr, я склонен считать это дефектом в языке. А можно вот это? Да, спасибо. Great. Теперь, соответственно, идем дальше. Что мы за это платим? Много ли мы за это платим? Вообще платим ли мы за это? И да, за такое решение мы платим. Потому что, вот смотрите, давайте запустим какую-нибудь очень простую программу, которая будет перемножать эти матрицы. ну, какой-нибудь вот матмульт, матмульт экзем. Ну, давайте, давайте ту, ту, которую я перемножал на этой, на конференции. Мы видим, что у нее pure execution time, это сколько она провела на видеокарточке, вот столько, полное замеренное время, часами на стене, вот столько. А как приблизить полное замеренное время к времени, проведенному на видеокарточке? От начала работы над матрицами до окончания работы над матрицами. На хосте, где именно счетчики стоят? На хосте счетчики стоят вокруг отдачи оффлота на GPU. То есть, там была синхронизация еще хостей девайсов? На самом деле, там была компиляция в основном. Это время работы графического компилятора. Как мы от него здесь избавляемся? SQL, кэш, персистент, равно 1, правильно? Еще разок. Ну, видите, гораздо лучше. 0.0.23, здесь 0.0.32. И вот эти 0.0.32, это уже по ивентам, там, ну, это все, что не вошло в ивенты. Там выделение какой-нибудь памяти, еще чего-нибудь. Ну, в общем, это уже мелочи. Понимаете, это уже не порядок, это уже близкие цифры. То есть, на самом деле, хостовый оверхед, если выкинуть графический компилятор, у нас маленький. Но если мы теперь оставим включенным в этой консоли кэш, и давайте сделаем специализированные константы, и мы видим, что кэш нам не помог. Специализированные константы в любом случае приходится перекомпилировать. Еще разок. И снова, конечно, не помог. То есть, мы каждый раз делаем перекомпиляцию. Хуже того, в той ее разновидности... Так, Дим, у тебя было какое-то уточнение? Нет, просто что второй раз запустить нужно. Так я второй раз запустил, ничего не случилось. Вот. Значит, а на 22-й, ты думаешь, у меня этот кэш уже не заполнен? Я даже его максимальный размер немножко урезал, потому что я запустил на своем компьютере за последний месяц столько кернулов, что этот кэш мог отожрать мне примерно весь жесткий диск. Кстати, по умолчанию графический кэш 4 гигабайта, и мне кажется, это довольно страшная информация. Вот. Потому что момент, когда компилятор подставляет специализацион констант, это момент, когда компилятор уже решил, что он будет компилировать. То есть, SQL Persistent Cache работает до IGC, на уровне рантайма, а специализацион констант подставляет IGC. И IGC считает, что если его уже вызвали, то он сделает все. Нет, понятно, что в смысле IGC, то это все. Но когда мы передаем эту констант, значит, оно идет через рампля, и сначала не сразу IGC. Верно. Тем не менее. Так вот. И проблема этого подхода даже не в том, что мы тратим время. Проблема в том, что мы не знаем, в какой момент мы его тратим. То есть, вот у нас часы на стене показывают, что отсюда досюда мы где-то это время на компиляцию потратили. Но мы не видим, где. И первый вопрос, углубленный, который я не осветил, но который надо бы осветить, это, а может ли у нас быть контроль за моментом, когда мы потратим это время? Конечно, мы можем перейти на левел зеро. Конечно, может, говорит Саша. Мы можем перейти на левел зеро. А вот если не нарушать наш дизайн-гол, мы все помним наш дизайн-гол, вот это вот no type and safety across API calls. И этот дизайн-гол, он говорит, нет, мы хотим остаться внутри мира single-source API. И внутри волшебного мира single-source API может ли у нас быть контроль? И ответ, конечно, да. У нас есть kernel bundles. Kernel bundle – это в сикле такая специальная штука, которая позволяет, во-первых, получать доступ к built-in kernelам. То есть вы можете, например, запросить kernel bundle из всех built-in kernelов и вызвать какой-нибудь из встроенных kernelов. А во-вторых, она позволяет также получать kernel bundle, делать set-specialization constant и потом делать build. Причем сикл-билд состоит из двух фаз сикл-компайл и сикл-линк. И она позволяет и то, и другое. Билд это объединяет и то, и другое. Но на самом деле можно сделать по отдельности. Можно сделать отдельно сикл-компайл, можно сделать отдельно сикл-линк. После чего в common-group-handlere мы говорим use kernel bundle. И все. Теперь, если у нас есть дальше несколько сабмишенов, то мы уже не ставим специализейшн-констант в одно и то же значение в каждом common-group-handlere. Мы ставим в common-group-handlere bundle, мы его изначально прикомпилировали. Замечательно. И мы это сделали. Ну и давайте посмотрим, как влияют специализационные константы, если у нас нет локальной памяти. Если у нас только приватная память. И внезапно мы видим, что если у нас нет локальной памяти, то специализационные константы влияют негативно. И не просто негативно. Они ухудшают бейзлайн вдвое. Вот этот бейзлайн, это мой любимый бейзлайн, это MKL. Он же просто приватная память. Он же 0,6. Вот. Соответственно, как вы помните, на конференции мы смогли получить 0,15. Но вот здесь мы сделали специализированные константы, и мы получили 1,2. Причем независимо от того, как мы делали. Потому что у нас есть два варианта, как сделать специализированные константы. Мы можем их сделать в случае буферов, специализировав одну. Или если мы работаем с SVM, мы можем специализировать две, потому что тут мы обращаемся через указатели, и нам нужен и этот, и этот указатель. И вот, когда мы встречаемся с таким странным поведением, мы специализировали константу. Да, но для начала давайте рассмотрим вот этот случай. Мы заменили AYKT. AY – это 2048. Вот здесь. Мы заменили его на специализированную константу. Теперь компилятор знает, что это 2048. Мы вообще рассчитывали, что нам это поможет? Да, ну кто будет анролить цикл на 2048? Come on. То есть мы вообще не рассчитывали, что нам это поможет. Мы занесли специализированную константу просто потому, что эта штука не изменяется, давайте сделаем его специализированным. То есть с той же логикой, с которой мы просто всюду константу составляем, где можем, мы сюда специализированную константу занесли. И внезапно у нас стало хуже. Это чистое исполнение? Это время исполнения по ивентам. Это чистое исполнение на видеокарточке. На видеокарточке стало хуже. И что мы делаем в этом случае? Да, мы смотрим визаасом. Спасибо, Саша. И в данном случае это не во-первых, это единственное, что нам нужно. Потому что, посмотрев визаасом, мы видим, что у нас специализированные константы разрушают расширенный диспатч. Когда у нас нет специализированной константы, у нас де-факто включаются серенькие ветки и идет диспатч по 32. То есть, два газерскейл по 16 с масочками, два газерскейл по 16 с масочками, два меда с масочками. Видите, вот эту масочку М5, масочку М5, масочку М5. Она означает начни с два в степени пятой канала. Два в четвертой. Два в четвертой канала. Вот. И в случае, если мы взяли, откомпилировали без специализированных констант, то у нас это есть. В случае, если мы взяли, откомпилировали со специализированными константами, у нас этого нет. А что у нас есть? Что у нас есть? Хороший вопрос. Сейчас я покажу. К счастью, я тут могу. К счастью, мы не на конференции, я могу потратить определенное время на показывание и все такое. Так. Поехали. Соответственно, давайте посмотрим, у меня тут был приколлект. чтобы не получать прямо тут. Вот. Соответственно, вот есть NoSpecPriv Vizasm. И давайте его глянем. И мы видим, что у нас мы видим, что у нас вот здесь вот в NoSpecPriv Vizasm, если мы посмотрим на какие-нибудь гэзеры. Вот гэзер, видите? Вот первый гэзер идет M1, второй гэзер скейлд идет M5. Дальше два мэда, M1, M5. Дальше цикл продолжается и после цикла два скаттера, потому что мы здесь уже с приватной памятью. Вот два скаттера. Так. Вот мы поставили специализированную константу. И это сняли Vizasm, SpecPriv Vizasm и у нас это разрушилось. Видите, у нас остался один скаттер скейлд. Видите, у нас остался один гэзер скейлд. У нас получился диспатч 16 вместо диспатча 32. Наоборот, вдвое меньше. Вдвое меньше логических потоков. Потому что все равно они все по 16. И вот непонятно. Слишком маленький размер. Нет, размеры большие, размеры достаточные. Но, и вот здесь очень интересно, помните отличные результаты, которые дали специализированные константы на локальной памяти? А в локальной памяти что? Диспатч не нарушается? И внезапно в случае с локальной памятью диспатч тоже разрушается. Но там, поскольку мы затаскиваем local size как специализационную константу, а он маленький типа 32, компилятор по нему он ролит. И в случае с локальной памятью, вот этот пример, который я с торжествующим видом показывал на выступлении, мы сегодня разрушим еще несколько таких же очевидных утверждений. то есть, когда вы программируете под видеокарточки у вас нет очевидных утверждений. Вы должны все проверять ассемблером. Вот смотрите, видите, это разунролленный цикл. Видите, газор, скатар, опять газор, скатар, сейчас вот здесь будет, опять газор, скатар, опять газор, скатар, потом куча мадов. То есть, и опять поехали. То есть, вот это все, это гигантский разунролленный цикл, но обратите, в комментарии, никакой маски М5 там не было, там вся маска М1. А если мы возьмем Local NOSPEG, то он его... Это называется... Кстати, это называется Thread Corsening. Это даже оптимизация есть такая. Вот, он его скорсонил, и... Но в локальной памяти специализированные константы дали шикарный эффект, а если локальной памяти нет и Unrollit не почему, то они разрушили расширенный диспатч, и я даже не знаю бага ли это в компиляторе или нет. Потому что если бы Intel не прекратил операции в России, то я бы, конечно, кому-нибудь написал и спросил. В общем, в целом, JIT-подстановка константы не может быть настолько эффективной, если бы компилятор сам начал постановить значение. Нет, 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 нет. Нет. Как делается эта подстановка? Она просто переписывается в сперви. Поскольку вход для компилятора сперви, да, она просто переписывается сперви. Она очень рано делается, она очень эффективна. Вот. И, соответственно, вторая интересная мысль, которую я ожидал, что мне ее выскажут на конференции, я ее разобью в пух и прах, но мне ее не высказали, поэтому придется мне ее самому высказать и самому разбить, заключается в следующем. Скажите, а вы когда видите такую сточку, вам не больно? Вот когда вы видите вот такую строчку на CPU, что вы хотите сделать? Транспонировать матрицу B. Давайте попробуем транспонировать матрицу B. Кто догадается, какой эффект даст транспонирование матрицы B? Строго позитивный. А если мы замерим после транспонирования, ну, вот мы сделали для матрицы A копии, а для B мы сделали транспонирование, и дальше в цикле прошли суммы по одним и тем же индексам, то визасм ничем не отличается, то есть визну с той сточностью до номеров регистров, визасм такой же, ну, с точностью до формирования адресов, потому что адреса формируются немножко иначе. Но МКЛ-бэйзлайн вот здесь. Между прочим, если в МКЛ сделать транспонирование, то есть если сделать транспонирование и перемножить МКЛ, он, видимо, это транспонирование отменяет перед тем, как на видеокарточку засовывать, потому что МКЛ с транспонированием и без транспонирования не отличается ни в одной точке. Но если мы сами, и мы сами без транспонирования тоже идем вот здесь, до вот этого 0.6. Все помните 0.6? Вот. Но если мы сделали транспонирование руками, а потом, заметьте, само время транспонирования вот сюда не входит. Мы сделали транспонирование руками, а потом по ивентам замерили, сколько происходит умножения матриц, умножение матриц происходит вот столько. Это чудесный эффект. Чудесный эффект, который я объяснить не в состоянии. Но поскольку кэшей как таковых нету на Tiger Lake LP, где эти снимались результаты, я бы с удовольствием снял эти результаты на более других видеокарточках. Например, на Digi2. Я рассчитываю, что это видео будет смотреть, когда Digi2 уже поступит в широкую продажу. Если вы смотрите с ноутбуком Digi2, пожалуйста, выкачите вот этот пример, воспроизведите его на Digi2 и положите результат в комментарии. Арк-алхимист, извиняюсь, конечно. Ну, Digi2 тоже доступное имя, то есть оно запенсоршено как Digi2. Да, маркетинговое название Арк-алхимист. Когда читаешь, там никто вообще подерживает, ничего не говорит. Все уже помнят называть. Как сказать, у кого будет алхимист, да, у кого будет алхимист, сделайте эту алхимию на алхимисте. Может быть, она будет лучше. А вложенный параллелизм. Вложенный параллелизм – это интересная штука сикла, и я на конференции хотел с него начать. Но потом я подумал, ну, улучшать. Типа мы вот сделали без локальной памяти, а теперь мы делаем с локальной памятью с помощью вложенного параллелизма. Но потом я подумал, что если я с него начну, то я стану перед необходимостью идти на нелегкие объяснения. Потому что по сравнению с МКЛ-бейзлайн, а все выучили МКЛ-бейзлайн, да, вот 0.6, да? По сравнению с МКЛ-бейзлайн. Эксплисит параллелизм делает не просто хуже. Он делает... Это с локальной памятью. Он делает в какие-то чудовищные разы хуже. В какие-то невероятные разы хуже. Причем, если сделать специальное использование private memory, чтобы private memory передавалось из воргруппы в воргруппу, становится хуже, чем если private memory не использовать. Если private memory не использовать, то эксплисит параллелизм делает немножко хуже. Вот. А как выглядит... Ну, давайте, тем не менее, посмотрим, как он выглядит и как он работает, потому что он инструктивный. Давайте я сейчас подумаю, как лучше, наверное, лучше в браузере показать этот example. Там подсветочка лучше. Все же привыкли к подсветке. Итак, немножко о явном параллелизме и о иерархических кернеллах, потому что это важный момент, и то, что они иногда делают хуже, не делает их менее важными. Вот у нас есть... Вот у нас есть кернел. И вот этот кернел, который кернмул, мы запускаем в параллел for воргруппу. То есть это кернел, который идет по всем воргруппам. Внутри этого кернела мы заводим приватную память. Заметьте, если внутри обычного кернела, который параллел for, приватная память – это просто локальная переменная, то внутри кернела, который параллел for воргрупп, как вы догадываетесь, локальная переменная – это... немножко другое. Вот. И мы завели приватную память, пометив ее как приватную память специально, и дальше сделали параллел for воргайтом, чтобы для каждого воргайтома вот эту приватную память установить в ноль. дальше мы сделали цикл по тайлам, и для каждого тайла мы сделали параллел for воргайтом, который копирует глобальную память в локальную, после чего опять сделали параллел for воргайтом, и в локальной памяти сделали вычисление. Обратите внимание, чего мы здесь не написали. Мы не написали здесь ни одного барьера. Почему? Потому что иерархический параллелизм хорош тем, что сикл сам для вас расставит барьеры. Как именно расставит? Смотри график. И дальше в конце мы опять делаем еще разок параллел for воргайтом уже в конце вот этого цикла по тайлам. И в конце этого цикла по тайлам мы расставляем для каждой ячейки C получившуюся сумму в приватной памяти для каждого воргайтом. Потому что у нас все еще размеры памяти, в которой мы пишем, совпадают с размерами итерационного пространства. Поэтому вот эту строчку мы все еще можем сохранить приятно простой. И дальше мы запускаем это как параллел for воргрупп. Замечательно. И давайте попробуем вот этот иерархический параллелизм, который почему-то делает нам немножко хуже. А если посмотреть ассемблер, мы же не будем смотреть ассемблер, потому что ассемблер вот для этой линии ужасен. Я его посмотрел. Короче, сикл абсолютно не умеет эту вещь оптимизировать. Там куча каких-то ненужных циклов, еще чего-то. И самое плохое, что за сиклом еще и AGC не умеет это оптимизировать. То есть это просто ребята вот это во фронтенде делают, научились, а дальше не научились. Но, допустим, мы хотим взять вот этот явный параллелизм и переписать его с явными барьерами. Я на конференции показывал, но у меня не было времени на этом акцентироваться, что у нас есть в общем случае вот такая очень важная трансформация. Я показывал ее на примере бетоник сорта, но почему бы не с перемножением матриц? Эта трансформация не становится менее важной. Итак, у нас есть какое-то гнездо циклов. Понятно, что их не обязательно два, их может быть там 22. И вот порядок вот этих вычислений нам важен. То есть нам важно, чтобы сначала прошло и, потом все G, потом следующий, потом все G, следующий, потом все G. Причем G именно в том порядке, в котором мы должны. И у нас есть самый вложенный параллелфор. И порядок итерации пока не важен. И при этом мы знаем, что количество итераций пока, группка, которая бежит итерироваться пока, она не очень большая. И в этом случае мы можем сказать, мы берем вот этот параллелфор, сносим его вверх, а здесь внутри говорим, подождите друг друга. Что нам дает эта странная трансформация? Смотрите, вот у нас был наш цикл по тайлам. Давайте в ней потренируемся. Потому что вот если вы поймете вот это преобразование, я не имею в виду сидящих здесь, они-то его давно в жизни поняли, смотрящие меня на ютубе. Если вы поймете это преобразование, вы поймете все программирование на GPU. Вообще все, у вас не останется вопросов, сомнений. Просто будете идти вперед и писать. Итак, простое упражнение. Поставьте видео на паузу, сделайте его. У нас есть, это псевдокод, у нас есть приватная память, у нас есть тайлы от 0 до numtail в плюс-плюс. И у нас внутри есть два параллелфор. В первом параллелфор мы делаем копию global to local для нужного тайла. Во втором мы делаем калькулирует local emult. И дальше за пределами этого цикла у нас есть еще один параллелфор, в котором мы делаем апдейт global memory. Как мы это развернем? И мы говорим, мы берем этот цикл и чисто формально вносим его внутрь. Просто формальная операция. Мы меняем порядок циклов и добавляем барьер. Меняем порядок циклов и добавляем барьер. А потом обнаруживаем, смотрите, у нас все равно в ком порядке идут эти вычисления, все равно в ком порядке идут эти вычисления. Это значит, что вот эти два цикла можно смёрзжить. Это значит, что вот это один и тот же цикл. И мы делаем следующую итерацию преобразований. Сделайте её руками. Мы делаем вот так. Мы выносим верхний параллел фор. И теперь здесь мы делаем первую итерацию фора. Ждём друг друга. Вторую итерацию. Ждём друг друга. В иерархическом параллелизме это было два разных цикла. Но когда мы переставили порядок циклов и ввели барьеры, у нас остался один цикл, в котором два разных барьера. После чего мы делаем update global memory, потому что мы находимся всё ещё в том самом параллел фор, в котором мы можем это сделать. И именно это даёт нам возможность записать произведение матриц именно так, как оно записано. То есть вот об этом барьере можно думать просто как о точке, где локальные потоки друг друга ждут, но можно о нём думать. И мы сейчас ещё раз к этому вернёмся, когда мы говорим о сортировке. Потому что я хочу, чтобы к концу сегодняшнего видео все поняли, как это делается. Но мы можем о нём думать, как о формальной инверсии, формальной инверсии гнезда циклов, среди которых есть параллел фор. Ну и осталось понять... Дело в том, что на барьерах ещё могут быть фенсы. Осталось понять, какие фенсы, да? Пока что это отложим. Ну, к концу. Сегодня в конце мы поймём, какие тут фенсы, подсказка, практически любые. Давайте поговорим о бетонической сортировке. Все помнят идею бетонической сортировки? Давайте я вам её изложу в несколько необычном ключе. То есть обычную идею бетонической сортировки люди излагают. И я сам излагаю так, чтобы всех запутать. Давайте я вам её изложу так, чтобы вам было понятно. А... Внимание на экран. У нас есть несортированный массив. И мы делаем степ 0. Из чего состоит степ 0? Степ 0 состоит из стейджей. В данном случае стейджа 0. Стейдж 0 означает, что мы анализируем стоящие рядом элементы. Если они в неправильном порядке, меняем их местами. Например, 20 и 22 в правильном порядке мы ничего не сделали. 19 и 2 в неправильном мы их поменяли местами. Степ 0 закончился. Переходим к степу 1. Степ 1 состоит из стейджа 1 и стейдж 0. Стейдж 1 мы меняем местами через 1. Стейдж 0 мы меняем местами стоящие рядом. То есть, смотрите, на стейдж 1 мы делаем 20 и 19 в неправильном порядке, мы их поменяли. 22 и 2 в неправильном порядке, мы их поменяли. Теперь здесь 19 и 2. На стейдже 0 мы видим, что они в неправильном порядке, мы их поменяли. Получили 2 и 19. Отлично! Закончили степ 1. Перешли к степу 2. Степ 2 состоит из стейдж 2, стейдж 1 и стейдж 0. Стейдж 2 мы меняем через 4. Стейдж 1 мы меняем через 2, стейдж 0 мы меняем через 1. И так далее, и так далее, и так далее. Рано или поздно наш массив отсортирован. Можно даже оценить, за какое количество степов и стейджа он отсортирован. То есть, вот общий код, который я показывал на слайде, я его так не пояснял, потому что там не было времени так пояснять, но он именно об этом. Вот у нас есть 4, степ от 0 до n, 4 стейдж от степа до 0, мы делаем параллел 4. А что такое параллел 4? Параллел 4 это в частности саблет на видеокарточку. Обратите внимание, что вот эти рассуждения, они на самом деле, в чем их мощь? В том, что они позволяют вам делать не только саблет на видеокарточку. Параллел 4 может быть просто параллел 4. Если у вас есть концепция барьера, то вы можете вообще сделать все хорошо. У вас есть внутри параллел 4, саблет на видеокарточку, и внутри кернел, который делает параллел своп для next stage и next step. Потому что мы понимаем, что все, что делается в этом цикле, делается параллельно. У нас вот эти обмены сначала через 2, через 4, через 8, они в любом случае не пересекающиеся. У нас сортирующая сеть, в которой соединены каждые по 2, соединены каждые по 4, соединены каждые по 8 и так далее. И вот здесь мы безальтернативно ждем этот ивент. Потому что, чтобы перейти к следующему стейджу, мы должны иметь предыдущий стейдж от сортировки. И вот именно этот цикл мы перевернули, имея на руках барьеры, вот так. И никто не завопил. Мы перевернули, и никто не закричал. Я, если честно, ожидал, что люди, увидев это, закричат от боли. В чем здесь засада, ребят? Итак, смотрите, что мы делаем? Мы говорим, у нас есть Global ID, у нас есть Local ID, мы кэшируем очередной элемент в локальную память. И здесь делаем те же самые параллельные свопы, только в локальной памяти. После чего ставим барьер. Вот мы формально переставили, вот теперь у нас параллельные фора, это device-q-submit. Здесь два фора, здесь мы делаем параллельные свопы уже в более дешевой, близкой к кэшу локальной памяти. Здесь мы ставим барьер, друг друга ждем. Что я упустил? Да, локальной памяти мало, локального итерационного пространства мало. У нас в определенный момент, при определенном стейдж, там, 5, грубо говоря, мы не влезем. У нас вот этот размер изменений будет больше, чем размер локальной памяти. А как мы вообще думаем вот такой картинки? Мы думаем об этом вот так. У нас есть Computing Unity, вот наша воркгруппа, это наш Computing Unit. У него есть Processing Element, у них есть 3D, внутри него есть локальная память. Вот они бегут, вот они бегут, вот они бегут. Но они не могут коммуницировать между собой, потому что если мы говорим, что внутри вот этого цикла мы делаем свопы в локальной памяти, мы не можем делать свопы с локальной памятью в другой воркгруппе. Это неправильно, это неправильный код. Мы ошиблись, все пропало. Но я показал на конференции, что он дает ускорение в полтора раза. Может быть он дает ускорение в полтора раза и сортирует неправильно. Я тут еще проверю, потому что барьеры не работают на все. Барьер работает только на локальную, конечно. Барьер работает только на локальную, только на воркгруппу. Чтобы не работал барьер, они все должны друг о друге знать. так да да и по этому сделать следующий логический шаг вот это очень правильное рассуждение да мы поймали меня на вранье но у меня код ты был протестирован он работал что это значит что бог есть говорит его нет это значит что код выглядит не так как я показал вам на слайде черепашек врет для бетонической сортировки с локальной памятью нам на самом деле нужно предусмотреть mq first steps те степы где мы полностью влезаем отправили дальше от того степа где мы хотя бы в одном стейдже прекратили влезать мы сначала проходим верхний стейдж где мы не влезаем а для нижних стейджей где мы влезаем мы опять отправляем на видеокарту и вот это дает прирост полтора раза то есть программа становится при этом немножко сложнее ну как немножко как вы понимаете теперь чтобы эта программа заработала мне нужно предусмотреть nq local iteration last stages и простите оставной цикл где мы делаем о где мы делаем все в глобальной памяти ну понятно что я тут немножко немножко плохо повторно использую код я понимаю это можно это можно переписать лучше я сделал этот пример чтобы он был скорее методически красив то есть чтобы не нужно было тыркаться за логикой каких-нибудь булиновых переменных которые означают а вот это мне пропусти вот здесь а можно было просто вот эти три блока видеть глазами понятно что дальше чтобы это прошло review это можно переписать это можно переписать немножко более сжато и таким образом можно ли сделать барьеры через атомики не нужно барьер это семафор в семафоре в нем грубо говоря каждый дошедший до барьера потоп устанавливает я дошел я дошел я дошел я дошел я дошел если мы хотим делать семафор на атомике мы должны делать семафор и каждый поток его инкрементит а дальше лучица на нем и ждет пока все остальные его заинкрементит то есть это такой блокирующий блокирующий синхронизация а-ля mutex а мы помним что наша цель но roll synchronization примитив вот нет больше проблем в том что у нас будут потоки на видео карточки стоять а их лучше наверное отпускать потому что никто там много чего да 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 в том числе нет другие потоки надо переключить не сможет потому что только не не а я если есть если приемшем есть то сможет мид средств приемшем никто не отменял очень-очень много трэдов они за любой задержку если у тебя и делали байклайн аутофор и отгазали то здесь все просто у вас память задержка переключаем да но другое дело что как минимум один-то поток всегда работает внутри воркоп и потом на других ждем то есть даст приключение не-не-не мид средств приемшем оно работает на гранулярно с воркопом вот но как сказать на самом деле вот на 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 тегер лекл пи мид средств приемшем нет по моему так что все эти рассуждения они немножко в пользу бедных наоборот в пользу богатых богатых владельцев как это богатых владельцев арк алхимиста назовем их буратино и давайте перейдем к следующей задаче к самой с моей точки зрения красивой и на ней мы тоже кое-что объясним интересная эта задача свертки свертка это внезапно то из-за чего мы называем кернала кернолами потому что собственно фильтр который мы сворачиваем называется ядро свертки или собственно convolution kernel и это очень смешно потому что для графики мы называем шейдеры шейдерами потому что первые маленькие программы для графики были нужны для того чтобы просчитывать тени поэтому они называются шейдеры а для компьютер мы называем маленькие программы кернолами потому что первое для чего они были нужны это обсчитывать кернала сверток и поэтому мы их называем кернолами и то и другое конечно нужно назвать просто программами каждый раз когда вы используете мне слово программа слово шейдер или слово кернел вы конечно показываете свою крутизну но не более того а и в общем случае мы делаем так мы идем по листку бумажки в мы берем очередные клеточки прикладываемся к ним и считаем сумму 100 умножить на 0 плюс 0 умножить на 0 33 плюс 100 умножить на 0 плюс 100 умножить на 0 33 и вот всю эту сумму записываем вот в эту клеточку и так мы проходим все давайте sleeping тест почему вот из этой 100 получилось вот это 33 а вот здесь а вот здесь нули да и это довольно сильное предположение потому что мы можем предполагать что за пределами поля все нули но мы можем предполагать что поле свернуто в тор то есть что вот здесь начинается вот это а вот здесь начинается вот это и тогда и тогда часто ли вы фотографируете на тор а почему мы вдруг обрабатываем уже фотокарточку как мы как мы к этому так быстро пришли вот и классика графической обработки это вот этот сверточный фильтр ну и да им часто обрабатывают видеокарточки вот нет я помню это свойство но там драконовские эти ну то есть вот эту конкретную можно потому что она одномерная на самом деле вот но в общем случае это немножко тяжелее да 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 то есть и и есть те кар uprising которые раскладываются на одномерные есть те которые не раскладываются в общем случае не раскладываются если удалось разложить там и счастливы но мы сейчас посмотрим задачу в общем случае мы сейчас не будем делать таких оптимизаций как разложению на 2 одномерных хотя да конечно да делают еще и не то делают и если мы договорились что мы обрабатываем что-то вроде фотки, это значит, мы работаем с чем-то вроде имиджа. А если мы работаем с чем-то вроде имиджа, то чем мы работаем? Как мы доступаемся к элементам имиджа? Самплером. Самплером, конечно. Мы работаем с сэмплером. И в сикле все это есть. В сикле есть сикл имидж. Вот мы видим RGBA, FP32, двухмерный. И мы видим сэмплер, в который unnormalized, clump и to nearest. И дальше мы делаем nptr.read по вот этим координатам сэмплер. Обратите внимание, координаты у нас двумерный вектор, читаем мы четырехмерный пиксель. Либо... Да, спасибо. Спасибо, Сереж. Зачем все это? Имиджи какие-то, сэмплеры какие-то? Давайте просто сложим все это в буфер. Тогда мы получаем обычный буфер. nptr это просто буфер. У меня, кстати, тут на слайд это не влезло. Давайте я вам покажу это так. Вот, например, фильтринг буфер cc. Мы вместо того, чтобы делать какой-то там странный имидж, сделали сикл буфер. И в этом сикл буфере мы сделали аксессоры какие-то. И дальше через эти аксессоры... Единственное, что вот эту штуку сэмплер нам делает в железе. Если мы обращаемся к буферу, то выход за границу буфера нам надо проверять. Потому что буфер двумерный, на самом деле. Выход за границу может вызвать то, что мы называем security hang. И, казалось бы, разница небольшая. То есть, кто скажет, вот если я сейчас замерю вот этот код, вот этот код против вот этого кода. Я же получу довольно немного. Не просто выиграть. Имиджи выигрывают с разгромным счетом. Вот это имидж. У него, наверное, как-то эти штуки памяти, потому что... А вот это буфера. Да. У тебя карта может имидж как-то там по ходу вон. Да, 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 да. Он раскладывает вот этой кривой. Да. Там еще и какая-то компрессия, может быть, и все остальное. Ну и сэмплер же он работает как-то более... Ну и сэмплер хардварный, да. В данном случае здесь довольно просто используется. Но все равно... Но он не интерполирует, да. Вот. А сэмплер сам по себе все откроет. Ну вообще да. То есть, можно просто взять сэмплеры и сделать сверху. Вот. И, значит, к сожалению, имиджи могут быть, могут не быть. Чтобы проверить, есть ли поддержка имиджей, мы должны проверить аспект у девайса. То есть, у нас есть сикловский девайс, девайс может имиджи не поддерживать. Например, вышедший недавно имиджи в итоге решил не поддерживать. И сэмплеры тоже. Поэтому, если вы там проверяете аспект имидж, то вам говорят, а у нас нет никаких имиджей. Обрабатывайте свои фотки через буфера. Но, опять-таки, вы, скорее всего, будете смотреть это видео в будущем. И у вас будет доступ к небольшому пулпойнту Вики, который будет стоять на вашем столе. Вот. И попробуйте, опять попробуйте повторить вот этот замер на PVC. Ну, я имею в виду, вот эту линию вы не получите, потому что вы не знаете как. Но попробуйте, попробуйте получить вот эту линию. Посмотрите, насколько она будет хороша. Я уверен, что PVC здесь всех сделает. И, конечно... Да, Дин? А почему бы просто не сделать так, чтобы имиджи эмулировались? То есть, каждый раз, когда ты вызываешь какой-то приходный сэмплер, какой-то подставляется. Потому что, то, что сверху это ты эмулируешь имиджи. Ну, да, но я имею в виду, но это же с точки зрения скоба не близок. Ну, ты плохо их эмулируешь, да? Вот. Почему не сделать так, чтобы в сикле имиджи эмулировались? Потому что имидж для сикла не прозрачен. Сикл не знает о структуре имиджа. А структуре имиджа знает конкретные девайсы. Поэтому сикл их не может проэмулировать. Сикл может заставить компилятор конкретно... Какие вот это гарантии дают? Если он вообще не знает, что это такое. Там есть гарантии, рассчитывание рантайма, рассчитывание описания, как у вас нужно работать. Но просто, мне кажется, здесь скорее влияет тот факт, что... Ну, карантии... Гарантии, что, обратившись по координатам, ты получишь оттуда точку такого цвета. Ну, такие примеры. Ну, да. Но мне кажется, что это скорее связано с тем, что мы все-таки пришли на карты писать. И не все согласны с тем, что они ожидали видеть то, что снизу, а получилось то, что снизу. Ну, это да. Ну, там писать сети и в кейсы, если так... Так вот эти и в кейсы, они все вот здесь тоже. Ну, если не подержи, то просто... Вот, самплеры вот так. Да, самплеры вот так. Ну, в конце концов, мне кажется, в таком случае тебе проще... Ну, просто, может, не всегда хочешь прям вот ковыряться и ковыряться, если ты хочешь просто написать... Нет, если ты хочешь просто написать код, который работает везде, то с этим не на GPU. А вот, абстрагировались. Ну, ясно, ясно, ясно. Так вот. И каждый раз, когда мы видим... Каждый раз, когда мы видим такие хорошие результаты, нам хочется задействовать локальную память. Как мы задействуем свертки локальную память? Мы хотим делать свертку в локальной памяти. Давайте возьмем я побольше. Давайте возьмем в локальной памяти вот столько. И тогда весь вот этот... Всю вот эту штуку мы можем с вот этим фильтром свернуть, находясь в локальной памяти. Мы сбрасываем в локальную память мы сбрасываем в локальную память элемент, над которым мы работаем. Вот это local size. То есть для нас локальное итерационное пространство здесь 3 на 3. И сколько нам нужно сколько нам нужно локальной памяти? Размер фильтра пополам, умноженный на 2. Ну, понятно, что размер фильтра пополам, умноженный на 2, это не обязательно размер фильтра. Это может быть размер фильтра минус 1, да? Вот. Размер фильтра округленный к двойке плюс локальное итерационное пространство и все это умножить на 2, да? Столько нам нужно локальной памяти. И мы получаем гораздо лучше для фильтра size 9, по крайней мере. Локальную память я здесь взял 16 на 16, потому что это максимум на моей видеокарточке. А размер фильтра 9. вот это с локальной памятью, вот это с локальной памятью с буферами, а вот это та кривая, которую мы видели на прошлой картинке нижней. То есть вот эта нижняя кривая с прошлой картинки, видите, это вот она. Вы ее узнали, да? А вот это, соответственно, с локальной памятью. С локальной памятью самплеры все равно выиграли, но уже не так разгромно. То есть локальная память – великий уравнитель. К сожалению, локальная память ограничена. Она ограничена не так сильно, как локальное итерационное пространство, потому что у нас есть критические соображения. Почему, например, вот на Tiger Lake, на этом ноутбуке, локальное итерационное пространство ограничено всего лишь 256, или если двумерное, то 16 на 16. Да, они все должны ждать друг друга на барьере. Размер воргруппы – это элемент кооперативной многозадачности. А вот локальная память ограничена по другим соображениям. Она ограничена, потому что она дорогая. Она делается из статического рамы. И мы можем запрашивать InfoDevice MaxWorkgroupSize и InfoDevice LocalMemSize. И на вот этом ноутбуке максимальный LocalSize – это 256, а памяти 65 килобайт. 65 килобайт, и ни в чем себе не отказывай. А если мы хотим сделать максимальное использование локальной памяти, то есть размер воргруппы 16 на 16, и хотим сделать фильтр 11 на 11, то как посчитать, то как посчитать, сколько нам потребуется памяти примерно? Как прикинуть, сколько памяти у нас на это уйдет? Смотрите, половина размера 11 – это где-то 5, да? То есть у нас получается примерно 11 плюс 10 умножить на 11 плюс 10. 21 на 21, да? Но не просто 21 на 21, а еще умножить на что? У нас каждый элемент в локальной памяти – это флот 4. Это 4 флота. Поэтому 21 умножить на 21 умножить на 4 флота – это 7 килобайт. То есть фильтр 11 на 11 с максимальным использованием локальной памяти потребует локальной памяти 7 килобайт, и это дает нам ограничение на размер фильтра. Кто догадается по порядку, больше какого фильтра мы уже должны будем ужимать нашу локальную группу? Ну, типа 9 на 9 еще норм, 11 на 11 тоже норм. Нет, 65 килобайта – это довольно много. Оно, конечно, квадратично растет, но там не такая парабола. Где-то, а если посчитать точно, то 49 на 49. То есть свертка больше, чем 49 на 49, при использовании local group size 16 на 16 перестает на этом ноутбуке влезать в локальную память. И об этом тоже надо постоянно помнить, когда мы программируем на видеокарточках. То есть вот, мы получили отличный результат, а теперь давайте его повторим для фильтра размером 65. А нет, не повторим. Потому что у нас всюду вот эти аспекты, инфодевайсы, видите, device get info, device get info. Вот, мы все должны проверить, все должны включить, все выключить. Ну, и я обещал, я обещал еще немножко проблем. Еще небольшая проблема находится вот здесь. Она не имеет отношения к локальной памяти, я сразу это скажу. Итак, представьте себе, что я сделал вот такой код. У меня есть SQL буфер. Мы его заполняем. После чего мы делаем device queue submit. Здесь берем на него аксессор, и в этом сабмите его используем. Вы очень удивитесь, но вот этих строчек достаточно, чтобы ваш код завис навсегда. Кто догадается, почему? Я могу даже показать. Я покажу зависание навсегда. Ну, впрочем, я думаю, все сидящие здесь его видели неоднократно. Но здесь оно по тупой причине, по тупой и банальной причине. И когда я первый раз получил... Когда я... Что еще раз? Я просто очень не знаком, потому что сиклорай и сиклорит не должны соответствовать. Ну, сиклорайт, когда мы берем аксессор, мы туда пишем, сиклорит мы читаем, да. Я когда первый раз его получил, я начал грешить на обычные проблемы с видеокарточкой. Ну, там, знаете, зависание по виду компилятора, там, какие-нибудь потоки, как... Да, сиклорит, компилятор, особенно если ты его три года до этого писал. Вот. Но! Но! Здесь нет, здесь это не так. Здесь виноват не компилятор, здесь просто кое у кого руки, руки не оттуда растут. В общем, в этих четырех строчках содержится достаточной информации. Все дело в том... Давайте я сейчас вам покажу этот код. Вот этот код. Фильтерин буфер локал ханк. Все дело вот в чем. Вот у нас есть... Вот у нас есть буфер, да? Сейчас. Где у нас фильт-буфер? А вот у нас есть фильт-буфер. Вот мы берем для него аксессор, чтобы в него писать. Видите? Мы взяли... Давайте я побольше сделаю. Мы взяли аксессор, чтобы в него писать, и дальше мы поехали в него писать. Филд-хост-ак-итэ. Это формируем флот 4 от наших филд-ченелов. Записали в него все, что хотели. После чего... Сделали девайс-кью-сабмит и взяли аксессор, чтобы из него читать. Нормально? Ну, возможно. Нормально, что у нас нет никакой синхронизации. Это что? Сразу к свем тут используется? Или что-то перекажет? Нет-нет, это не свем. Здесь все на аксессорах. Вот это аксессор, это аксессор, это тоже аксессор. А чем тут синхронизация? Аксессоры сами протягивают. Между собой ивенты. Потому что мы, по сути, ну, просто если брать на какой-нибудь 3D, типа, например, для этой аксессор, прежде чем написать что-то на хосте, тебе нужно явно сделать мэп, потом армэп, и потом надевать себе на башню. Я знаю, на Вулкане это так же выглядит. На Вулкане это выглядит так же, но в данном случае все еще проще. В данном случае мы попались на удобство, которое нам предоставляет сикл. И это удобство не предоставляет ни один 3D рантайм, который я знаю. Дело в том, что сикл сам строит нам таск-графы. Он говорит, вот вы взяли аксессор, вот вы взяли аксессор на Врайт, отлично, ребят, я подожду, пока вы запишите, а пока вы не отпустите аксессор на Врайт, вот эта задача, она будет висеть в очереди, но она будет заблокирована по ивенту. Она ждет ивента, это когда вы отпустите аксессор на Врайт. Знаете, когда вы отпустите аксессор на Врайт? Когда он умрет. Когда он умрет. Как переписать этот код правильно? Давайте я вам фигурные скобочки поставить. Я когда поставил эти фигурные скобочки, я прям все проклял, короче. Вот так сделать. Видите, вот, фигурные скобочки. Мы работаем с аксессором, но работаем с ним. Три фигурных скобок. Раи, которые мы заслужили. Почему это происходит? Это происходит потому, что сикл строит нам неявный граф зависимости. И об этих неявных графах зависимости о них всегда нужно очень хорошо помнить. Потому что в момент, когда вы забываете о неявном графе зависимости по аксессору, неявный граф зависимости по аксессору вспоминает о вас. Хорошим это не заканчивается. И нам осталось всего два очень небольших пункта. Мы их проскочим очень быстро. Начнем с редукций. Все помнят общую идею редукции? Что такое студредьюс? Что делает студредьюс? Все задумались. Что же он делает? Что-то редукцирует. Он берет какую-то операцию. Мы считаем, что это операция ассоциативна. И начинаем ее параллельно применять к массиву. Потом к результатам опять параллельно применяем эту операцию. К результатам опять. В итоге получаем один результат. Если операция не ассоциативна, то у нас не проблема. У нас убэ. Ну, а потом уже проблема, да. Соответственно, и давайте напишем редукцию на секле. Мы должны использовать локальную память, конечно, потому что мы хотим редуцировать в локальной памяти. А я предлагаю редуцировать в локальной памяти как-то вот так. Убрать, складывать. Вот эту штуку мы, например, сложили до шестерки. Дальше вот эти два уже игнорируем. А вот эту сложили до восьмерки. Дальше вот эти два игнорируем. Потому что глобальное итерационное пространство у нас может быть не равно общему размеру глобальной памяти и все такое. Можно попасть на проблемы. Ну вот, например, я написал наивный редьюс. Я написал наивный редьюс. И мне кажется... Ну как работает этот наивный редьюс? Этот наивный редьюс берет и говорит, что у меня есть редакшн сумс L. Потом до numData я их обновляю дата id. Потом в for я ставлю барьер с local fence. Пока меньше offset'а делаю редакшн сумс плюс равно offset. И в конце results group делаю редакшн сумс 0. А потом еще в конце беру хостовый аксессор и суммирую по группам. И получаю мой результат. И вот мне кажется, что у меня где-то здесь есть дата рейс. Можете его найти. На этой видеокарточке она, правда, не стреляет, поэтому все тесты проходят. Но, в общем, не должно. И когда вы пишете такое, вам опять приходится подключать вот эти развороты циклов, вот эти барьеры и начинать обо всем этом думать. И когда вы начинаете обо всем этом думать, у вас опять начинает болеть голова. Каждый раз. Каждый раз одно и то же. И именно здесь сикл делает нам очень клевую поблажку. Сикл делает нам объекты редукции. Пример обратный. Пример обратный к прошлому. То есть в прошлый раз мы боролись с небольшой поблажкой. Сейчас мы будем ей пользоваться. Объект редукции это примерно вот так. Мы говорим сикл редакшн с сикл плюса. А потом вот этот редюс объект мы передаем в параллел фор. Ну вот это row это просто какое-то имя типа редюс объект херн. Вот здесь мы просто передаем редюс объект. То есть мы говорим, что мы будем редюсить с плюсом. И мы передаем кернел. И в кернеле тоже делаем плюс равно. Не знаю, как вам, ребят. Не знаю, как вам, ребят. А я, когда впервые увидел этот код, я немножко удивился. Какой этот момент в кернелу? Да. Интересно, да? То есть кернел берет набегающую сумму и индекс следующего элемента, который надо заредюсить, и редюсит его. Но редюсит его непросто. Он его редюсит вот этим редюсером, который умеет делать только плюс. Что бы первое вы попробовали здесь переписать? Заметь плюс равно минус равно. Посмотри, что получится, да? Получается ошибка компиляции. Но сама идея выглядит загадочной. А на самом деле идея очень простая. На самом деле все, что здесь происходит, это вызов метода комбайн у редюсера. Поскольку это редюсер с плюсом, то его метод комбайн выглядит как плюс равно. И поэтому для удобства, для удобства нам позволяют здесь заменить сумм.комбайн на плюс равно. А если бы мы сделали здесь, например, сикл.макс, то у макса нет простой операции. И для такого редюсера нам пришлось бы писать точка комбайн. Потому что тут ауто. Ауто это... Ауто есть вредю гигантскую. Да, 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 да. Гигантская. Очень маленькая внутренняя структура вредю. Ну, значит, название в 10 строчек. Да, и название там в 10 строчек, да. Вот. Что самое забавное, мы можем опять-таки заподозрить, что она будет плохо себя вести по перфомансу. Но она хорошо себя ведет. То есть, редакшн, бейзлайн. Вот эти скачки, это из-за того, что здесь 0.0.28 секунды. Ну, понятно, что это у меня просто вентилятор ноутбука становится виден на графиках. Вот. И чем интересны редюсеры? Они уже сразу используют локальную память. Они восхитительно эффективны. И самое главное, мы можем сделать их два. Мы можем в нее сделать сумм редюсер и макс редюсер. И в параллел фор здесь у нас произвольное количество аргументов на самом деле. Можем сделать их два, три, четыре, пять, шесть. И дальше сказать, что вот в этом кернеле мы делаем сумм плюс равно или сумм комбайн и макс точка комбайн. И мы за один цикл заредуцировали теперь сразу две штуки. Ну и, конечно, после того, как мы написали перемножение матриц, свертку и редакшн, мы теперь можем написать нейронную сеть. Правильно? Потому что инференс в нейросетях – это перемножение матриц, конволюшн и редакшн. И давайте еще немножко посмотрим на гистограммку. Это последнее из того, что мне не удалось рассмотреть на конференции. На конференции было всего час выступления. Как вы видите, столько всего вкусного вокруг. Столько всего вкусного. Соответственно, мы рассматривали странную… И сейчас, да, сейчас я обещаю, все сидящие тут испытают ностальгию. А мы рассматривали странную идею приватной гистограммы. Вот смотрите, мы в каждом воркайтами заводили приватный массив. После чего, вместо того, чтобы здесь, например, работать с локальной памятью через Atomic Reef, мы работали с приватным массивом. И у нас лезли спилы, и нам нужно было очень много памяти. И давайте попробуем понять, сколько нам нужно было памяти. Вот смотрите, у нас есть ворк-группа. Но каждый процессинг-элемент имеет свою приватную память. Это его GRF и кусочек TPM, который для него отрезан где-то. И каждый процессинг-элемент, он работает как саб-группа. И если эта саб-группа, и нам удалось векторизовать по SIM-8, то приватную память вот этого процессинг-элемента на самом деле делят 8 трэдов. Если у нас, а если SIM-32 диспатч, то 32 трэдов. Ну, там на самом деле 16, 16 максимум. А если мы векторизовали по 8, и мы в одном воркайтами скалярного кода написали вот так, то сколько мы на самом деле потратили? Слиппинг-тест. Макс ХСЗ на 8, да, мы потратили Макс ХСЗ на 8. А что если бы, что если бы мы вот это знали, допустим, мы вот это знаем, что если бы у нас в сикле была вот эта абстракция подгруппы, и абстракция общей на подгруппу памяти. И у нас она есть. И погодите, это еще не ностальгический момент, это я вас к нему подвожу. Итак, вот эта штука, реквайд-сабгрупп-сайз, вовсе не говорит, что у нас сабгрупп-сайз будет такой. Он говорит, что у нас будет не больше такого. После чего мы говорим сабгруппы, это id.getSubgroup, сабгрупп-индекс, это getGroupID, сабгрупп-local-range, это getLocalRange, n это globalID, g это групп. Дальше мы говорим, у нас есть какой-то буфер, и мы из него лодим элементик. Какой мы элементик из него лодим? Мы говорим сабгрупп лод, указательный этот буфер, плюс номер группы, умноженный на локальную память, то есть номер варгруппы на размер варгруппы, чтобы понять, в какой варгруппе мы находимся, плюс номер сабгруппы, умноженный на размер сабгруппы, потому что в одной варгруппе на самом деле может быть не один процессинг-элемент, а может быть несколько процессинг-элементов, и у каждого может быть какой-то номер сабгруппы, у каждого есть размер set-group. И мы говорим, мы сделали вот так, и мы сделали вот так. n – это глобальный индекс, и мы выводим на экран глобальный индекс. i равно n, a равно a, то, что мы загрузили из буфера, и дальше b равно b, то, что мы загрузили из буфера, плюс 64. Что будет на экране? Представим, что буфер заполнен j, то есть буфер – это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее вверх. И n изменяется в каких-нибудь разумных пределах. Например, нас интересуют первые три элемента глобального итерационного пространства. n равен 0, 1, 2. Что будет на экране? Это правильный ответ. Интересно, как Дима догадался. Потому что такое чувство, что здесь буфер дата 0, правильно? Для n равно 0, буфер дата 0. Но почему для n равно 1 что-то кроме буфер дата 0? У нас размер группы все еще нулевой, а номер сабгруппы все еще нулевой. То есть давайте так, возьмем первую сабгруппу. То есть Дима дал правильный ответ интуитивно, но абсолютно необоснованный. Возьмем нулевую группу, нулевую сабгруппу. Тогда вот эти слагаемые уходят. И тогда у нас остается, да, допустим, n меньше 3. И тогда у нас остается сабгрупплоат буфер дата. Сабгрупплоат буфер дата плюс 64. И внезапно мы видим на экране действительно 0,64, 1,65, 2,66, 3,67. Почему? Потому что так работает... Нет, сабгруппа ID это номер сабгруппы самой. У нас нет такой концепции, как номер в сабгруппе. Ты не знаешь свой номер в сабгруппе. В этом суть. Вот. И ты можешь как-то о нем догадаться, конечно, но... ID самой сабгруппы. Вот. И здесь мы говорим, что вот это добавление, например, добавление 64 к буфер дата, она дает нам вертикальный страйд в векторном обращении. Внутри сабгруппы вот этот сабгрупплоат, он идет с горизонтальным страйдом, в данном случае единичкой. А если мы добавляем там еще 64, мы получаем еще вертикальный страйд. Мне кажется, что здесь могло быть и 0, 1, 2, ну и там до размера сабгруппы, а потом 64, 65, это уже 64 плюс сабгруппы. Может, в принципе, порядок между ними не определен. Это понятно. Нет, я имею в виду, если порядок зафиксировать вот такой. Понятно, что вот эти числа на экране могут появиться в любом порядке. Там не совсем прям произвольные. Ну, в общем, в довольно произвольном, да. По крайней мере, 64 всегда после нуля появится. Да, как минимум. Вот, соответственно, и давайте скажем, что мы пишем гистограмму. И в нашей гистограмме мы теперь делаем сабгрупп лот. Мы вычислили вот этот индекс. И нам, у нас есть вот этот vdata. И вот этот vdata, он как бы скаляр. Но на самом деле мы внутренне понимаем, что этот vdata – это целый вектор размера сабгруппы, который мы таким образом загрузили. И теперь нам нужно догадаться, как в этом цикле доступиться к катому элементу vdata из нашей подгруппы. Мы сами не обязательно знаем, какие мы, но мы должны как-то доступиться к катому в этом цикле, чтобы пройти всю подгруппу. И мы всю подгруппу вот этот vdata уже загрузили. Кто догадается, как может называться эта операция, если мы все еще работаем в скалярном коде и притворяемся векторным кодом. Наоборот, работаем в векторном, притворяемся скалярным. Она называется broadcast. Сикл групп vdata для сабгруппы vdata ката элемент. И теперь мы всей vdata присваиваем ее ката элемент, вернее, всему y присваиваем ката элемент vdata. y у нас тоже как бы вектор в голове. На самом деле скаляр, потому что мы работаем в скалярном коде. Как вам, ребят, сабгрупп thinking? Мне кажется, это надо сломать голову вместе с шеей. И поэтому... Есть еще довольно простые случаи. Мы гистограммы все-таки пишем. Там просто некоторые особые инструкции, которые у нас в нашем векторном коде нам просто легко сменимались. Ну да. В таком коде они очень странно селились, потому что ты мало того, что загружаешь к сабу, оно еще потом транспланируется, по-моему. Да-да, там вебинаная трансформа, да. И Саша только что высказал идеальную мысль. Он говорит, а зачем мы притворяемся скалярным кодом? А вот сейчас будет немножко ностальгии. А зачем мы притворяемся скалярным кодом? Мы знаем, что нас викторизует на 16. Ну, по крайней мере, мы можем очень попросить, чтобы по-зяде, 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 чтобы нас викторизовало на 16. И мы можем, вообще говоря, сделать SIMD1 диспатч. И SIMD1 диспатч, это когда мы диспатчим кернал, и мы точно уверены, что GRF наш, что регистровый файл наш весь. Мы можем его весь занимать, и мы делаем явные вектора, но в данном случае я написал не гистограмму, в данном случае я написал векторет, как обычно. что написал векторет. Потому что гистограмму я хочу оставить на самостоятельную работу. Если вы смотрите это видео, попробуйте взять DPC++ ESINT и написать гистограмму, используя не слишком много приватной памяти. Не слишком много фич, потому что ничего не сломалось. Да. Саша подсказывает, постарайтесь не сломать компилятор, он чуть живой. Они всех уволили, всех. Окей. И чтобы завершить, совсем немножко, потому что тут уже все выдохлись, мы идем на первые полтора часа, то есть я в общем выступаю дольше, чем выступал на конференции, уже в полтора раза. Вот. И немножко поговорим о финсах. Немножко поговорим о финсах и о некоторых странностях модели памяти OpenSeal и почему они нас практически никогда не касаются. У нас есть обычные, знакомые нам из мира C++, Sequence Before, Sequence After, в OpenSeal в стандарте. И кроме того, там вводятся два Synchronizes Viz. Я те, которые глобальные, обозначаю квадратиком, те, которые локальные, таким шестиугольничком. Соответственно, у нас есть Global Synchronizes Viz и Local Synchronizes Viz, поскольку Synchronizes Viz синхронизируется всегда вокруг Memory Object, например, Atomic, то у нас есть те самые измерения, о которых я говорил на выступлении, в интервью, потому что первое измерение это Global Local Synchronizes Viz, второе измерение это Memory Order, Relaxed, Aquire Release, и третье измерение это Memory Scope, потому что у нас может быть синхронизация глобальной памяти, но синхронизация в Workgroup Scope, и что гораздо дешевле. И на самом деле вы найдете довольно мало программ, которые всем этим нетривиально пользуются, потому что я искал, я сознательно искал, я нашел Sync Free Sparse Triangular Solver. К сожалению, я не нашел никакого другого Sparse Triangular Solver на сикле, чтобы запустить рядом с Sync Free и проверить производительность. вот, это я пока что я пока что исследую этот вопрос, потому что я вообще не очень хороший оказался в написании Sparse Triangular Solver и сегодня не успел, но это тема для отдельной тема для отдельной большой лекции, мне кажется, Sync Free программирование на сикле, отдельной, большой, может быть, не слишком полезной, но есть одна вещь с всей этой машинерией, которыми пользуются все, и вот все пять задач, больших задач, которые мы рассматриваем, они так или иначе пользуются фенсами, даже если вам кажется, что вы не пользуетесь фенсами, вы пользуетесь фенсами. Что такое фенс? Фенс – это томарная операция без реального чтения записи. Вот у нас есть Write и Read, и они, видите, этот шестиугольничек, они находятся в том, что называется Inclusive Local Scope. Inclusive Local Scope – это странный термин из стандарта OpenCell. У двух операций есть Inclusive Scope, если они правда в этом скопе что-то делают и в этом же скопе находятся. То есть, если у нас есть две штуки, которые правда work-item, и которые правда работают с памятью своей варгруппы, это значит, что у них есть Inclusive Wargroup Scope. Если для двух операций нам не удается установить Inclusive Scope, то это UB, даже если это Atomic, и даже если там нет рейса, и даже если все хорошо, Inclusive Scope нет, до свидания. Я полагаю, это сделано, чтобы нам с генерик памятью лучше работалось. И у меня небольшая аббревиатура SQL Local Fence, SQL Global Fence, это вот это вот, мне очень нравятся эти сикловые названия, SQL Access, Fence Space, Local Space. Ты прям чувствуешь, что люди, они прям вот, нет, ты чувствуешь, что вот здесь еще много всего, вот здесь еще много всего, вот здесь еще много всего. Вот. И когда мы работаем, например, с памятью, мы ставим барьер, то вот этот барьер поставит и тот, и другой фенц. И локальный, и глобальный. Но мы можем, подав вот сюда параметр SQL Local Fence или SQL Global Fence, поставить либо глобальный фенц, либо локальный фенц, то есть вызвать либо Global Synchronizes Wizz, либо Local Synchronizes Wizz, либо оба. По всей памяти, которая до этого барьера, то есть, грубо говоря, заставить закончить все операции с памятью в этот момент. Или, менее грубо говоря, не дать переупорядочить через этот барьер операции с памятью. И вот здесь у нас опять стоит какой-то барьер. Мы, может быть, хотели бы сюда еще что-то впихнуть. Как кто думает? Если я сейчас возьму наше перемножение матриц и сделаю там идеальнейшие, точнейшие барьеры только по локальной памяти, то есть, в каждый барьер ручками впишу строго вот SQL Local Fence, чтобы лишнего не синхронизировал. Или просто оставлю их пустыми. Performance Difference будет гигантский. Сергей думает, нет. Ну да, заметно. Заметно на уровне случайной флуктуации. Ну да, Global Fences идут немножко выше, немножко выше. Вот. И мы видим, что Vizasme меняется. Если мы убираем отсюда SQL Local Fence, оставляем дефолт, то в Vizasme появляется Fence Global. L1, эта инструкция видна в Vizasme. Мы не видим здесь особого влияния на производительность. И у меня тогда есть вопрос вот по гистограмме. Опять, если вы смотрите, вопрос следующий. Во-первых, нужен ли тут вообще барьер? да? А может, если карточек прислабочить у них с 86 какого-то арома не может предобрать слов? Во-первых, если это нормально, то есть. Саша говорит, давайте возьмем Point of Vecchio. Там очень много элементов и разница может быть заметна. глобальный барьер, который все все фенц глобальный фенц глобальных барьеров не существует. Ну, это не барьер. Я просто знаю, как смею. Насколько это все карточки понадобятся. Глобальный карточек. Ну, я думаю, там просто остальные потоки сожрут это время. Вот. И, да, во-первых, нужен ли вообще барьер? Ну, если он нужен, то очевидно локальный фенц. Просто можно аргументировать, что он не нужен из-за того, что это секвенст-автор. Или все-таки нужен? Надо подумать. Это да. А можем ли мы вот этот барьер на что-то заменить? Например, на какую-нибудь атомарную работу с вот этой переменной? Ну, на что-нибудь. То есть, можем ли мы как-нибудь добиться здесь вот этого протягивания отношений? Я не буду сейчас отвечать дома, подумайте. И второй вопрос, а точно ли локал фенц? То есть, не хотим ли мы вот тут глобал фенц, например? Тоже вопрос может быть интересным. Вот. Соответственно, кроме того, я на конференции не успел сделать обзор литературы, но у меня обзор литературы, он очень суровый. Он в основном состоит из док, потому что читайте доки, доки рулят. я очень рекомендую, конечно же, доклад Константина Бобровского Intel Open Source SQL Compiler Projects, один из немногих достойных докладов по SQL. Нет, ну серьезно, найдите лучше. И немножко более ранний доклад Гордона Брауна Modern C++ Programming Model for GPUs Using Chronos SQL на SIPPICON и кроме того, через VPN вы можете почитать замечательные документы от Intel, Intel One API Optimization Guide, откуда я черпал много замечательных инсайтов для подготовки всего этого. Есть Intel One API Compiler Documentation, DPC Plus User IP Documentation и вот это очень замечательная онлайн книжка, она мне очень нравится, она называется Programming Parallel Computers и там вообще-то там про OpenMP и про OpenCL, то есть там берется задача и показывается сначала как мы эту задачу решаем на CPU, потом как мы параллелим на OpenMP, потом как мы параллелим на OpenCL, а потом как мы там увеличиваем производительность и сам сайте очень хорошо сделан, книжка хорошая, ну и мне очень нравится идея, вот, и у нас есть даже Hardware Specification для настоящего ассемблера, который не вошел сюда, мы так и не посмотрели никакой настоящий ассемблер, но это бессмысленно, потому что единственный смысл смотреть настоящий ассемблер по сравнению с визой, это если кернел очень большой и могут полезть спилы, но поскольку мы здесь смотрели довольно маленькие кернелы, единственные спилы, которые бы там увидели, это спилы на гистограмму, так мы бы их и на уровне визасмы увидели, мы же сами их и сделали, и Genese Introduction замечательный туториал по генэссембле, может быть немножко устаревший, вот, и это завершает все, что я хотел рассказать на конференции, да, на конференции мне, к сожалению, не дали двух часов сорока минут, пришлось все уложить в час, но, наконец-то, мы записали немножко докглав, надеюсь, вам было не безинтересно, вот, на этом у меня все, всем спасибо.